Здравствуйте, мои дорогие! А не слетать ли нам сегодня на Новый Год в Египет? Я вас приглашаю с собой. Ну, во-первых, конечно, это была целая эпопея. И летало нас восемь человек, вся семья. Но началось это с такого трэша. Мы не поняли Костю, он же там все вот это, и билеты, и он всем этим занимается. Вот, и он нам сказал, такси будет полтретьего. И не переспросили мы его, я не знаю почему. Как это получилось? Мы все подумали, что полтретьего, это полтретьего ночи. Дело это было 30 декабря. Мы все отправились на работу с утра. Саша у нас была в Мурманске. Ну, и в результате чемоданы не собраны. Вообще. Я приехала раньше всех с работы. Звонит Костя и говорит, через полчаса будет такси. Сказать, что у меня был шок, это ну ничего не сказать. Алинка на работе. У нее там подписание договора. Ой. В общем, начали мы с Сашей кидать в чемодан все подряд. Все, что только, как говорится, это. Все, что легкое. Ой, Алинке, значит, позвонила. Алинка с работы там быстренько на такси едет домой. Такой был стресс. А, у нас же еще же ведь была собака. Ее же тоже надо было. Ну, мы договорились с Ириной, с подружкиной дочкой. Но она-то думала приехать вечером уже поздно. А получилось все наоборот. В общем, короче, галке звонить. Вот эта беготня. Ключи соседям оставили. Попрыгали в такси. Потом сидели еще в аэропорту, ждали. Что-то задерживался самолет. Я говорю, господи, мы за это время могли собраться спокойно. В общем, короче, смех и грех. Все как всегда. Ну, ладно. Самолет был прямой из Мурманска в Египет. Прилетели. Прилетели уже, значит, мы уже там. Ну, там уже было темно. Я уже не помню, сколько времени было. Прилетели. Устали, конечно. Была такая неприятная турбулентность. Я вся на нервах. Ну, что, вся семья. Дети, внуки. Все. Костя все на меня оглядывался. Все смотрел. Потом говорит, что мама? Устала крылья-то держать у самолета. Ну, правда, очень прям тяжелый какой-то полет был. Так вот, шесть часов лететь и еще вот это. Вот. Ну, прилетели. Прилетели, разместились. У нас было два номера. Алинка, Саша и я в одном. Костя с женой, с детьми в другом. Ну, там рядышком. В одном отеле. Вот. И вот что мне запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Мы же улетали из Мурманска. У нас же полярная ночь. Темно. Просыпаемся мы утром. А, а мы... Что получилось? У нас дети, у нас спать остались. Вот. Просыпаемся мы утром. Мои мальчишки. Кира. Кира. Все вот это. Солнце же. Солнце. Такой восход солнечный, красивый. А они, знаете, вот как кроты. Так вот глаза закрывают труд. Что значит, дети уже отвыкли от солнышка. Господи, бедные вы мои. Ну, и что? Ладно. Начался отдых. Бассейн из-подогрева. Горки, аквапарки. Горки, аквапарки. Всякая красота. А вечером Новый год. А вечером Новый год. Было все замечательно, конечно, сделано. Вокруг. Во-первых, отдельный шатер построили, потому что рестораны в отеле такое количество людей не вмещают одновременно. Вот этот огромный шатер, по периметру там, вот эти столы завалены всякими вкусностями, всяком, чего там только не было. Сцена, на которой, значит, все эти развлечения проходили, там и спектакль, шоу музыкальный, король лев, и, ну, все, что угодно. Ну, понятно, и танцы живота, и все. В общем, ночь была незабываемая. Просто. Молодцы, конечно, и красиво, и достойно, и столько людей, когда вот это вот, Новый год наступил, вот это да, вот это было оралово. Когда такое количество людей, там, наверное, тысяча человек, если не больше было. И когда все начали кричать, визжать, впечатляет. И все там фотографировались с этими официантами, ну, я не знаю, там и повара, наверное, были, ну, в колпаках, все такие, все. Они прям с таким удовольствием со всеми фотографировались. И артисты эти, которые вот участвовали там в этих спектаклях. В общем, здорово, конечно. А утром, когда проснулись, одела я на детей шапочки вот эти новогодние, и вот они у меня там под пальмами бегали. Вот такой Новый год. Ну, такой, конечно, не забывается, что там говорить, после заснеженного Мурманска, холодного и темного. И тут вот такая вот красота. За что я люблю вот такой отдых, когда все включено? Мало того, что ты купаешься, загораешь, отдыхаешь, там, осматриваешь какие-то там достопримечательности. Ты просто отдыхаешь от быта. Тебе не надо готовить, тебя кормят с утра до ночи. Тебе не нужно убираться, придут люди и уберутся. Ну, просто вот отдыхаешь от всего. Это очень здорово, конечно. Ну, и, понятное дело, чем Египет хорош? Океан зимой холодный. А Красное море, оно тёплое всегда. И бассейн ещё с подогревом. В общем, красота. Чего говорить? О Красном море вообще говорить можно долго и снимать отдельное видео. Это что-то непостижимое. Ты смотришь сверху, и там такие рыбы плавают, которые можно только увидеть в каком-нибудь океанариуме. Ну, которые я только вообще в кино видела. И их много, их огромное количество, разноцветные, разного размера. Ну, красота неземная, конечно. И главное, что тёплое. Оно такое тёплое, что даже в голове не укладывается, что сейчас Новый год. Даже я с маской, с ласты поплавала. Ездили мы на дайвинг. Это целый день у нас заняло. Мы на судне плыли часа, наверное, три. Много было людей. Но с аквалангом спускались всего несколько человек. Из них Саша моя младшая и Макарик старший внук. Очень много было семейных пар с Украины. И девчонки смеялись над своими мужьями. Все, оказывается, собирались с аквалангом на дайвинг. Но никто из них так и не решился. Просто так. Ой, как они смеялись. Говорят, мужики здоровые, струсили. Тут вон ребёнок. Не побоялся. Ну, это тоже, конечно, такое впечатление. Прямо это и купание там в море, и на обратной дороге нас кормили там. Прямо на этом судне. И все накупались и спали. Очень приятные ребята, обслуживающий персонал. Ой, веселили, развлекали. Саша моя, когда собиралась опускаться под воду, конечно, человек переживает первый раз. Они увидели, что она такая вся переживает. Взяли её, схватили и бросили в воду. Немножко её, как говорится, охладили. Ну, и песни пели нам. Причём пели на русском языке шансон тюремный. Ну, в общем, такой день был замечательный. Так всё понравилось. Очень хорошо. Ну, и, конечно, верблюды. Куда же без них в Египте? Все катались на этих верблюдах. Ой. Ну, а что, где ты его ещё вот так увидишь, да на нём прокатишься? Ой. В городе в самом... Мы были в Шермальшейхе, забыла я сказать. А в самом городе, а в самом городе, меня так удивило, стоит верблюд, перед ним картонная большая коробка, ну, такая вот, как на почте, да, и полная финика. И он ест эти финики. Я никогда такого не видела. Прямо прям меня это поразило. Верблюда кормят финиками. Сами вот эти, я не знаю, как они называются. Вот эти арабы, которые с этими верблюдами, они в таких вот этих белых длинных рубахах. Но эти рубахи были когда-то белые, конечно. И верблюдами от них воняет. Ну, что, это тоже достопримечательность Египта такая. Ну, и кальян, конечно. Как без кальяна. Ну, я вот не очень люблю кальян. Я его как-то, не знаю, не очень воспринимаю. А сын у меня на то время курил, так он вот. Прямо разбирается во всем. И с собой домой привез кальян. Ну, теперь он давно уже курит. Кальян, видимо, кому-то подарил. Там недалеко от нашего отеля как раз еще был недостроен парк Голливуд. Мы туда с детьми ходили. Там столько всего, даже не перечислить, чего там только нет. Там всякие фигуры, светящиеся изнутри, сказочные. Все это такое помпезное, как они любят. Если львы, то золотые. Ну, вообще красиво. А детям-то как все это нравилось. Это ну просто в полном восторге. Вот эти огромные динозавры. Фонтаны. Все это такое прям великолепие. Темнеет там рано зимой. Ну, а на зиму везде темнеет рано. Там полшестого вечером уже темнота. Прям все темно. И получается, что день короткий. И хочется так много успеть за это время. А пока вот на море, пока утром покушали, потом в обед покушали, потом дети поспали, и все, и день кончился. Конечно, вот это вот обидно, что как-то вот эти все вечерние прогулки, они практически в темноте проходят. Ну, очень там здорово, в этом парке Голливуде. Очень здорово. И там вот самое последнее, последнее фото. Там огромный динозавр. Я не знаю, какой он высоты. Ну, выше, пятиэтажки выше. И он еще шевелится и орет страшным, дурным голосом. Чувствуешь себя рядом с ним вот такая вот. И вот эта громадина над тобой, которая шевелится. И сразу очень представляется фильм парк-юркского периода. Ой, прям очень запомнился он меня, поразил. Ну, конечно, кругом пальмы, кактусы. Какие-то невиданные доселе растения. Конечно, все это приятно, все это здорово. Хорошо. Из минусов, вот что мне очень не понравилось, это приставучие арабы. Не знаю, у меня это в голове не укладывается. Это вот с моей такой головой, а я у меня еще был, по-моему, короче тогда. Это просто вот один какой-то шел за мной минут 10 и спрашивал, мужчина я или женщина. Ну, какое твое дело, а? Я сначала пыталась вежливо там как-то с ним. Я иду с двумя внуками, с маленькими. И ты вот это вот... А они смотрят так на него. Чего ему нужно от бабушки? Я сначала пыталась нормально с ним разговаривать. Потом поняла, что это бесполезно. Послала его в сторону красных камней. И он понял. И отрезался от него. Могут предложить даже пожилой женщине секс. В порядке вещей. Вот этот... Я понимаю, что другой менталитет совсем и... Ну, вот это мне ужасно не понравилось. То есть, чтобы к вам не приставали, какой бы у вас возраст не был, нужно ходить с закрытыми руками, желательно покрытый, в штанах длинных, ни в коем случае там, в шортах, все это уже начинается. А все, вот хочу вам сказать, из-за таких девушек... Мы там нагляделись на таких, которые приезжают искать на свою пятую точку приключений. Вот, представляете, идут по городу две на вот таких каблуках, а одеты на них вот эти костюмы для танцев живота. И вокруг улюлюканье, крики, иди сюда, иди сюда. И они идут две, такие счастливые, вот так что вот это очень, конечно, неприятно. Ну, что делать? Бывает и такое. Вот. Но так я... Тем, кто не был, я очень советую. Особенно, если вот так вот вы... Если вы с севера, да вот так зимой поехать. На Новый год, понятно, дорогие путевки. Ну, можно ведь и в ноябре, и в начале декабря, или в конце января. Отдохнуть. Прям советую, да. Ну, две недели у нас пролетели. Как всегда, быстро. Все хорошее быстро проходит. И полетели мы назад в свой заснеженный темный Мурманск. Ну, впечатления-то остаются ведь с нами навсегда. Да, приятно сейчас вспомнить. Это не все... Все не показать. Это будет очень длинно, да и неинтересно вам все это будет. Вот. Ну, и пока, наверное, все. Спасибо, кто посмотрел. Кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Спасибо всем большое. И пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Продолжение следует...